Будем готовиться к завтрашнему, центральному нашему мероприятию. К сожалению, времена, видите, как меняются, неоднозначно воспринимаемому вокруг, как сказал здесь Владыка, вынуждены стоять, как Брестская крепость. Еще раз подчеркиваю, большое видится на расстоянии. Пройдет время, люди, и прежде всего вы, молодежь, оцените эти дни. Я сегодня убежден абсолютно, что это будет прекрасная страница в истории нашей страны. Прекрасная потому, что мы с вами выстояли, выстояли, как они когда-то. Они положили жизни во имя того, чтобы мы сегодня жили, ну и хотя бы один раз в год в этот святой день с достоинством и честью вспоминали этих наших героев. Мы иначе не можем. Это единственная причина. Мы не можем иначе. Мы должны поступить так, как поступали они, веря в будущее. Во имя будущего, во имя нашей жизни. Оценки дадим потом. Спасибо солдатам, офицерам, ветеранам, генералам. Огромное спасибо передайте всем ветеранам вооруженных сил, ветеранам отечественной войны нашу благодарность. Я услышал вашу просьбу о присутствии на параде. Но вы уж помогите, пожалуйста, нам пригласить тех, кто бодр, крепок духом, и не только духом, но и физически, за свои жизни не переживайте. Мы сделаем все для того, чтобы вы жили. Потому что пока живете вы, живет эта память. Вы реальные свидетели того времени. И вы сегодня представляете наших солдат, офицеров, генералов, которые после войны в тяжелейших условиях сумели отстоять мир и защитить, восстановить нашу республику. Огромное вам спасибо. Если позволите, есть вопросы у журналистов. Завтра у нас парад. Вот в интернете появилась информация о том, что туда собираются пригласить тех, кто переболел коронавирусом. Вы знаете, я уже свое мнение высказал. Мы никогда на парад, на такие мероприятия в Беларуси, нигде, ни в одной точке, тем более в Минске, двухмиллионном городе, не тащили людей. Это мое кредо, если хотите, это мое требование. Я убежден, абсолютно убежден, что люди на парад придут, и нам не надо никого заставлять, не надо никого тащить на этот парад. Но, если честно, то я с удовольствием увидел бы на этом параде тех, кто победил в эти дни. Ведь переболевшие – это люди, которые победили. Не болезнь. Слушайте, болезнь – это самое простое, что можно сейчас победить. Не этот вирус. То, что в голову вбили мы людям, и те недобросовестные политики, политологи и прочая, настоящая истерия, настоящий психоз. Люди просто стали бояться. И нам дорогого стоило успокоить людей. И я похвалил совсем недавно. И наших стариков, и нашу молодежь, и весь наш народ. Мы рассказали честно и откровенно людям, как надо себя вести. А все остальное в руках людей. Поэтому здесь, по-моему, никакой тайны, никакого секрета, никакой конспирологии. Если это и есть, я это приветствую. Я не буду приветствовать только то, если людей будут насильно приглашать, но подталкивать даже на это мероприятие. Это дело чести каждого человека. Кто-то по-иному думает, вы их знаете, мы их и не зовем туда. Это их право. Александр Григорьевич, от имени офицерского состава разрешите поздравить вас с наступающим великим праздником. Сегодня очень важная акция прошла. Но главное наше мероприятие, традиционное, конечно, завтра, парад. Правда, военнослужащие на нем обычно выступают в качестве участников, а в качестве зрителей их туда никогда не приглашали. Наверное, вы правы. Это очень интересная мысль, что военнослужащие всегда были главными действующими лицами на этот парад. И мы как-то забывали, что там тысячи людей остаются вне парада, у телевизоров, но никогда почти не было их рядовых, сержантов, младших офицеров. Никогда не было на трибунах. Мы постараемся исправить эту ситуацию.